Существует стереотип, что женщина в исламе не должна получать высшее образование. Так ли это, мы спросили у самих мусульман. Как вы думаете, женщине нужно высшее образование или нет? Мусульманке именно. Женщине мусульманке? Ну, я думаю, что нужно. И вообще не то, что я. Вообще то, что я думаю, мы не можем вообще в основе говорить, если мы мусульмане так же. Мы уже должны вообще смотреть туда, что нам вообще Создатель говорит. Если Создатель дозволяет, чтобы она имела, то какие проблемы? Можно, все можно. Все можно. Женщинам высшее образование, пожалуйста. Лечь бы была, у них желание было. Вообще она должна дома сидеть. Конечно нужно, почему нельзя. А для чего? Как вы? Ну, для себя, во-первых, например. Если ты грамотный, значит, ты будешь грамотной женщиной, детей будешь хорошо воспитывать. Ну, нужно, конечно, высшее образование. Не надо, правильно, мусульманский, надо, правильно говорить. Ну, конечно, если возможность есть, конечно, можно. Так дома сидеть или в университете учиться? Ну, как вам сказать. Выбор человека, что хочет. Женщина сама может выбирать? Ну, да, сама может, конечно. Моя женщина дома сидит. Поэтому я не могу этот вопрос сказать точно как. Это ученым надо задавать такой вопрос. Но женщина, я думаю, что должна сидеть дома. Обязательно. Для чего? Для воспитания детей, для самообразования, чтобы интересно было с ней. Это даже не обсуждается, а лучше два. Отлично. А еще раз скажите, какое лучшее дни у нее? Светское? Ну, в исламе приветствуется знание, любое знание, во всех областях, абсолютно. И я думаю, чем эрудирование женщины, чем более у нее знание, тем больше будет она давать своим детям, сможет дать, да? И тем более, ну, и развитие общества, естественно. Да, я думаю, нет. Почему? Как бы муж ее должен обеспечивать. Высшее образование необходимо. И желательно ей получать светское образование, чтобы также продвигать религию и ислам на светских фронтах. Думаю, нет. Почему? Зачем мужчине схватить? Просто школу закончится, да. Ну, если как можно. В принципе, можно. Если, конечно, муж ей разрешается, то можно, нет проблем, я думаю. Высшее образование, мне кажется, всем надо. Конечно. Я считаю, что да. Даже если она не будет работать по профессии, мать ребенку может дать только то, что имеет. И, соответственно, большую часть с детьми проводит мать. И дать правильное направление ребенку, воспитание, и также где-то ответить на какие-то вопросы, может только грамотная женщина. Конечно, нужно. Обязательно это. Для чего? Для того. Сейчас, не дай Бог завтра, что случится в семье, чтобы она смогла себе кормить, содержать семью, детей. Обязательно надо, конечно. А какое лучшее сегодня образование? Какое образование лучше? Наверное, медицинское образование лучше будет. Обязательно. Для чего? Для всей жизни, протяжении всей жизни. Как оно ей может помочь? В любую трудную минуту оно ей поможет. Знание. Обязательно. Для чего? Как для чего? Для будущего. Эрудицию свою поднимать. Скажу, образование всем нужно. Век живет, век учись. Есть такая самая поговорка предков. А вы согласны с тем, что некоторые говорят, что женщины должны сидеть дома и не должны учиться? Нет, я против. Поскольку век информационный, очень интенсивный, информация сейчас обуславливает многое, поэтому я считаю, что если это желание есть, оно искреннее, то обязательно нужно поддерживать. По мне, то да, потому что я сама учусь, и также хочу, чтобы все другие тоже учились. И образование все равно, мне кажется, каждый человек должен быть в какой-то степени образованным. Ну, наверное, да, должно быть образование. Аллах, субханаху ва таля, говорит, читай, икра. И если есть требование Аллаха, субханаху ва таля, к верующим вообще, там не разделяется на мужчин, на женщин. Аллах, субханаху ва таля, говорит, читай и мужчинам, и женщинам. Кто такая мусульманка? Кто такая она? Это жена. Это мать, прежде всего. Если человек, который является воспитателем не одного ребенка, является воспитателем целой уммы, целой общины, как же человек-мусульманка может воспитывать без образования, без знаний? Мы сейчас говорим о мусульманке, о матери, и, конечно же, прежде всего, воспитатели, воспитательницы. И, значит, сразу же светское образование – это учитель, это врач, это как вкусно, красиво готовить. Вот такие вот приоритетные профессии, я думаю, для мусульманки они всегда нужны будут. Исключения из правил, они всегда бывают. Женщина, особенно в наше время, век цивилизации, информационных технологий, она может посвятить себя и каким-то техническим наукам, может открыть свое дело. Ну, все в рамках ислама, чтобы было. Закончить хотелось бы фразой. Давая образование одному мужчине, мы получаем одного образованного человека. Давая образование женщине, мы получаем образованную семью. Айдан Мамедова, Карина Сверионова, Тимофей Печерский. Специально для НУР-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова